Всем привет! На связи Андрей Бойлов, проект «Всё без воды» и сегодня мы отвечаем на вопрос подписчика, он спрашивает Подскажите, в карточках товары, ключевые слова нужно ли прописывать? Слышал в последнее время, что это плохо сказывается на сёпродвижении? Ну, давайте попробуем разобраться, что имеется в виду под ключевыми словами Если имеется в виду метатэк keywords, то нет, не нужно Его худо-бедно видит Яндекс, но по факту контент оттуда не особо или практически, или совсем не влияет на ранжирование Поэтому, несмотря на то, что он это видит, и в изолированных экспериментах видно, что текст из keywords учитывается, но на позиции это не влияет Поэтому в keywords нет Если имеется в виду просто упоминание этих ключей где-то на странице, то нужно использовать Но, как правило, если мы говорим о карточках товара, то есть это интернет-магазин, видимо, и товаров там много То есть если товаров 500 штук, то можно и вручную попрописывать ключевые слова Но если товаров много, ну хотя бы там 10 тысяч или 100 тысяч или миллион То прописывать ключевые слова на карточке товара, это, ну, такое неблагодарное занятие И гораздо эффективнее настроить автоматическую оптимизацию этих карточек товара Ну, шаблонную оптимизацию То есть я часто об этом говорю, это шаблонное формирование тега title, шаблонное формирование description, шаблонное формирование описания товара То есть описание тоже нет смысла писать вручную, сделайте один раз, заплатите нормально программисту, это будет стоить, как правило, недешево Чтобы он сделал вам генерацию описаний и характеристик И хорошую рекомендательную систему То есть вот с этим товаром часто покупают похожие товары, чтобы там реально были похожие товары и реально что с этим покупают И неплохо, если у вас есть какая-то база отзывов о ваших товарах, ну, пустить один, два, может быть, три отзыва на эту карточку А если их больше, этих отзывов, то кнопку подрыв, там еще отзывы и переход уже на отдельную страницу с отзывами об этом товаре Так что прописывание ключевых слов, оно имеет смысл И, ну, если это какой-то очень жирный товар с точки зрения спроса на него, то мы его пойдем оптимизировать и вручную тоже Но, как правило, это делается шаблонно, а ручная оптимизация, ручное прописывание слов сосредоточена вокруг рубрик теговых страниц, страниц умного фильтра То есть страниц с подборками товаров Потому что там частоты запросов, которые туда направлены, сильно больше И отдача от такой ручной оптимизации будет выше На этом все, подписывайтесь на канал, пишите вопросы в комментариях Пока-пока